Всех приветствую! Продолжаем ознакомиться с интересными людьми. Американская актриса Нэнси Кэрролл. Нэнси Кэрролл, урожденная Энна Вероника Лахиев, родилась в Нью-Йорке 19 ноября 1903 года. Актерскую карьеру начала с участия в бродвейских мюзиклах. С 1927 года начала регулярно появляться в немых фильмах. А кинокартина 1928 года «Легко пришло, легко ушло» сделала Нэнси Кэрролл звездой. Я пользуюсь Википедией. Благодаря успеху в мюзиклах на Бродвее ей легко удалось перейти в звуковое кино. За роль в одном из первых таких фильмов «Праздник дьявола» в 1930 году актриса получила номинацию на премию «Оскар». В 1930-е годы Кэрролл блистала на Paramount Pictures, появившись в картинах «Смех» в 1930 год, «Недопетая колыбельная», «32-е жаркая суббота» и «Обвиняемая» в 1933 год. Согласно ее контракту со студией, актриса могла отказываться от непонравившихся ей ролей, что она, собственно, часто и делала, заслужив тем самым репутацию капризной и неподдатливой актрисы. В итоге студия не стала ее долго терпеть и в середине 1930-х годов разорвала с ней контракт. После этого Кэрролл подписала четырехлетний контракт с Columbia Pictures, но все последовавшие фильмы на этой студии уже не принесли ей никакого успеха. В виде своей неудачи на большом экране в 1938 году Нэнси Кэрролл покинула кинематограф. В начале 1950-х годов она возродила свою актерскую карьеру на телевидении, где продолжала работать до 1963 года, снимаясь в различных телесериалах. Актриса также попыталась возродить свою театральную карьеру, но в этом направлении ее постигла неудача. Вскоре после этого, 6 августа 1965 года, Кэрролл скончалась в возрасте 61 года. Ее вклад в кинематограф был отмечен звездой на Голливудской аллее славы. Ну вот так вкратце из переводной википедии у американской актрисы Нэнси Кэрролл. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok